Старт продаж новых моделей смартфонов от компании Apple каждый год становится настоящей сенсацией. С раннего утра, задолго до открытия, у дверей фирменных магазинов выстраиваются километровые очереди. Однако в этом году ажиотаж, связанный с выходом iPhone 14, скорее всего, состоится гораздо позже, чем ожидалось. Из-за обострившихся политических разногласий между Китаем и Тайванем, производство смартфонов может приостановиться. Нужно сказать, что корни проблемы, которые мы сегодня наблюдаем, они находятся еще в 20 веке. Мы знаем, по крайней мере, три острых фазы кризиса, которые были в 20 веке. Но сейчас мы переживаем новую стадию кризиса. Но на самом деле, если смотреть на Тайвань и на Китай, то становится очевидно, что потенциалы, возможности, они, конечно, несоизмеримы. Потому что гигантский Китай и небольшой Тайвань. Для Тайваня конфликт с Китаем ничего хорошего не представляет. Будь то вопрос, связанный с экономическими ограничениями, будь то вопрос, связанный с политическими разногласиями. То есть, в первую очередь, это не выгодно самому Тайваню. Основная сложность заключается в том, что сборка iPhone осуществляется на заводе в Китае. А чипы, одни из важнейших комплектующих, поставляются тайваньской компанией. Новые ограничения, введенные китайской стороной, запрещают упоминание наименований Тайвань или Китайская республика в отгрузочных документах. Таким образом, любое оборудование производства Тайваня может быть возвращено, так и не преодолев границу острова. Эксперты отмечают, что напряженные взаимоотношения Китая и Тайваня стали серьезной проблемой не только для Apple, но и для ряда других компаний. Китай, ну практически собственные технологии сегодня очень сильно уже развиты. Если раньше действительно мы рассматривали Тайвань как, так сказать, регион технологичный, то сегодня практически Китай создал альтернативные линии. И сегодня на тех же самых компьютерах маркировка «Made in China» гораздо чаще встречается, чем «Made in Taiwan». В настоящий момент руководство корпорации Apple ведет переговоры с партнерами из Тайваня. Удастся ли компании оперативно решить возникшие трудности, сказать сложно. Альтернатива в виде замены поставщика комплектующих пока не рассматривается. Официально об изменении даты выхода iPhone 14 представители корпорации пока не объявили. Маргарита Михайлова, Универньюз.